В этом видео мы вам расскажем 10 вещей, которые нужно непременно сделать в путешествии. И что делать в путешествии не нужно. Здравствуйте, я Наталья Дуброва. Привет, а я Татьяна Комарова. Знаете, даже если бы у меня в путешествии был неограниченный бюджет, я бы все равно пару-тройку раз проехала в сообщественном транспорте. Просто почувствовать колорит страны. А иногда попадаешь в такие невероятные сюрпризы, как в метро Стокгольма, например. Мы дважды покупали билеты, и вот чем мы столкнулись. Когда мы первый раз подошли к входу в метро и подошли к кассе, нас отправила продавец в соседний магазинчик. Она сказала, потому что вы здесь заплатите 50 крон, а в магазинчике-то вам обойдется 36 крон. И поэтому, я не знаю, почему так получается, но я вам советую покупать билеты в магазинчиках, в кафешках каких-то иногда продают билеты. Потому что почему-то, вот при входе в метро, они стоят дороже. Найдите смотровую площадку в городе, куда вы приехали. Насладитесь прекрасной панорамой. Купите местных продуктов в супермаркете. Можно будет встроить пикничок на балконе в отеле или на травке где-нибудь в парке. Помните, как мы в Ницце покупали бордо, коллекционное бордо? А, за 5 евро? Конечно помню. Вот. Кроме того, у вас будет возможность узнать цены. Потому что, когда я ехала в Стокгольм, мне говорили, мега-мега дорогой город. А, в супермаркете выяснилось, что не такой уж и дорогой. Но нужно иметь в виду, что 10 крон – это 1 евро. Заходите в местные церкви. Иногда, чтобы почувствовать атмосферу, стоит просто заблудиться в городе. Есть шанс пообщаться с местной полицией, познакомиться с кем-то. Узнайте, какие праздники проходят в городе во время вашего путешествия. Например, в Стокгольме, в Станцине, в этнографическом музее принято встречать Новый год. И мы бы, конечно же, туда пошли, если бы не ехали на пароме в Талли на новогоднюю ночь. Сделайте несколько смешных. Дуракские фотографии. Какой-то минимальный запас слов в путешествии на языке той стороны, куда вы приехали, безусловно, не помешает. По-шведски «Здравствуйте, будет хей», «До свидания, будет хей дау». Только что в магазине спросила, как будет «Спасибо», я услышала «такси мяу» – смешное это слово. Или «такси». И купите себе что-нибудь на память. Можно даже что-нибудь ненужное. Если вы посчитаете, мы вам рассказали 10 вещей, которые нужно сделать в путешествии. А теперь мы вам расскажем, чего не нужно в путешествии делать. Помните, что пограничники, таможенники шуток не понимают. Не нужно им говорить, что вы везете с собой наркотики и оружие. Мы прилетели в Стокгольм. С трудом только что прошли паспортный контроль, спрашивали все. У меня просили проверить отпечатки пальцев. Не советую ездить без билета. Можно попасть на очень серьезные штрафы. Не мусорите, где попало. И особенно в Германии. Тоже очень большие штрафы. Иногда мне лично становится неудобно за тех людей, которые выносят продукты со шведского стола. А помните, что вынос продуктов со шведского стола в отеле или в ресторане приравнивается к воровству. Друзья мои, если вы поели, не кладите приборы крест-накрест. Вот так. Будет лучше, если вы положите к этот дак. Не кладите в дак. Так удобнее убирать этот дак. И так он поймет, что вы поели. И не молчите, когда заходите в маленький магазинчик в Европе. Ну, вам же не трудно поздороваться. А теперь еще одна вещь, которую нужно сделать. До путешествия обязательно подписаться на наш канал. До новых волнующих встреч! Ярких вам путешествий! Пока!